Дай почитать. Книга увлекает, читается с интересом, вызывает восхищение главной героиней. Цитата. Книга увлекает, читается с интересом, вызывает восхищение главной героиней. Цитата. Сегодня я навсегда останусь Сарой Бернар. И вдруг меня ошеломляет гром аплодисментов. Сара, наша божественная Сара. Я дома, меня превозносят. И да, наконец, я божественна. Простите, дорогие слушатели, за столь обширную цитату, но в ней, по сути, обозначены все этапы жизни Бернар и ее главная цель – сцен. Играла она до конца своих дней. Она выступала в Бразилии и упала со сцены. В 1915 году началась гангрена, ногу ампутировали, но Сара восприняла утрату конечности стойко и никогда не позволяла себе унывать. Она одной из первых снялась в кино. Это был фрагмент спектакля, в котором она играла Гамлета. Потом была Тоска, Дама с камелиями. А еще она снялась в двух документальных фильмах, один из которых описывал ее повседневную жизнь. Сара Бернар умерла от почечной недостаточности в 1923 году в 78 лет. Похоронили ее с почестями, полагавшимися высшим сановником, на кладбище Перлашес. Удивительно талантливая, смелая, незаурядная женщина, посвятившая свою жизнь театру. Но книга Кристофера Гортнера, американского писателя, автора исторических романов, заканчивается 1896 годом. Сара Бернар на вершине славы. Она ломает устаревшие нормы актерской игры, наперекор всему становится величайшей актрисой, благодаря непревзойденному таланту и бонтарскому духу. Всем, кому понравится этот роман, можно прочитать такие книги Гортнера, как «Марлин Дитрих», «Манзель Шанель», «Заговор Тюдоров», «Клятва королевы» и другие. Тем более, что писатель включен в список 10 лучших исторических романистов, если верить интернету. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!